Бьющие по носу удушающие. Они меня потом спрашивали, это точно сырец? Это точно не готовый продукт? Цветочки. Пенялось так, что мама не горюй. Привет, друзья. Вы на канале Русская Дымка. Меня зовут Владислав Кислейцын. И продолжаем нашу тему с квасным экстрактом. Внимательные зрители помнят, не так давно ставил я две партии браги. Вот здесь вот у него одна. Это просто квасной концентрат, экстракт. На самом деле, брожение успокоилось. Итак, здесь квасной концентрат, здесь кукуруза, горячее осахаривание ферментами в присутствии квасного концентрата. Соответственно, сейчас я собираюсь и то, и другое перегнать и сравнить по вкусу. Перегонять сейчас буду делать первую перегонку. Соответственно, у меня там медь, будет высокий подстил, то есть царга 50 сантиметров, наполненная медной РПН-кой. Вот медная РПН-ка у меня готовится, варится в лимонной кислоте. Соответственно, перегоню высоким подстилом и то, и другое. Потом сделаю вторую перегонку, ну и буду сравнивать. Ну а пока готовлю медяшку. Ну, давайте заглянем, что же там в наших бродильных ямкостях, я их при вас открою. Итак, квасной концентрат. Думал я, не добавить ли сюда сахара, в итоге так и не добавил. То есть, здесь чистый концентрат, без добавок. Дрожжи Брагман Виски, турбо-дрожжи, для зерновых заторов. Ну, в принципе, вот так вот. Я засунул нос в бродильную емкость, там такой концентрированный углекислый газ, то есть, прямо дыхание перехватывает. Не так давно еще закончилось брожение, но гидрозатвор уже успокоился, поэтому есть смысл перегонять, я считаю. Ну, а здесь кукуруза бродила в присутствии, вот я нажимаю на крышку и выходят пузырьки в присутствии квасного концентрата. Вот здесь она менее пенистая. Да, и запах здесь, конечно, богаче он. Да, за счет кукурузы запах богаче, интереснее. Тоже еще недавно отбродила, не до конца успокоилась, но не буду я долго задерживать перегонку. Перегоню, как есть, потому что гидрозатвор успокоился, а просто сам затор, сама брашка, насыщенная углекислым газом, выходит пузырьки из слоя кукурузы. Итак, что я в итоге собрал? Куб, в нем то, что отбродило из кваса, из экстракта, с кукурузкой здесь у меня еще стоит, ждет своего часа. Поставил диоптер, потому что при переливании пенилось так, что мама не горюй, соответственно, царга начинена пятью медными пужами, два поворота, холодильник. Как хотите, это называете, подстил, высокий подстил, бездефлегматорный отбор на насадочной царге, была у нас тут дискуссия в комментариях. В общем, сути это не меняет. Мы делаем первую перегонку прямо током через максимальное количество медий на максимальной скорости, которая у нас не приведет к брызговому носу. Потом, соответственно, доберусь до кукурузки, потом буду делать вторую перегонку. Ну, а пока все просто. Охлаждение подал, разгоняюсь, буду перегонять, покажу результат. Итак, первая перегонка у меня прошла. Получилось 3 плюс 2, ну, около 5, чуть больше 5 литров сырца. Причем, у меня тут коллеги, самогонщики русской дымки, когда забегали, понюхали вот эти вещи, они меня потом спрашивали, это точно сырец, это точно неготовый продукт. То есть, очень чисто отбродило. Я не знаю, виноват в этом квасной концентрат или в этом виноваты дрожжи, брагман, виски. Но он практически не имеет каких-то неприятных ноток сырца. Такой чистый аромат ржаного хлеба. Очень интересно, что получится после перегонки. Поэтому я еще размышлял гнать с укреплением или прямотоком. Сейчас, после этих набегов коллег, я решил, что точно буду гнать прямотоком, чтобы по максимуму вот этот аромат сохранить и передать. Что здесь у меня? Здесь у меня нагревается прямо с кукурузой вторая брага, где у нас кукуруза осахаривалась в присутствии квасного концентрата. Хорошо очень осахаривалась, хочу сказать. То есть, вот эти вот кукурузные крупинки, они стали легкими и такими пустыми изнутри, можно сказать. То есть, не зря хмельница месила этот затор так долго. Поэтому, я думаю, выход будет достойный. Ну, собственно, вскрытие покажет. Соберу точно так же на высокой царге с медью, прямоток, спирт-церец. Ну и покажу то, что получится в результате. Ну, а пока помешиваю, чтобы точно ничего не пригорело. Когда выше 50 нагреется, снижу мощность где-то на 1,4, может на 1,7. 1,7 мне гастрорак позволяет поставить. 1,7 буду гнать, потому что все-таки красная схема. Гоню вместе с дробиной. Чтобы избежать возможности пригара, буду делать так. Ну, покажу результат. Вот еще на что хочу обратить внимание, с чем я раньше никогда не сталкивался. Вот еще на что хочу обратить внимание, с чем я раньше никогда не сталкивался. На поверхности отбродившей браги, напомню, кукуруза, вода, турбодрожжи вискарные и квасной концентрат. Так вот, на поверхности, видите, здесь на ложке видно, образовались капли ярко-желтого масла. Я так подозреваю, что это, ну, собственно, кукурузное масло. Никаких других вариантов нет. То, что в квасном концентрате что-то было, так нет. Партия с квасным концентратом отбродила у меня без признаков вот этой масленности. Друзья, если кто-то сталкивался с таким, поделитесь, что это такое. Бывало ли у вас так в комментариях. У меня прошла ночь, у меня все остыло, я начал сливать и решил показать вам вот это вот дело. То есть, как выглядит дно куба после перегонки зерновой браги с дробиной по красной схеме. В общем, как хотите, это называйте. Вот, надеюсь, вам видно в таком положении. Сейчас немножко обойду. Вот, вам, надеюсь, видно в таком положении. Абсолютно чистое дно, без всяких следов пригора. На что хочу обратить внимание. Куб, вот этот вейновский куб. Они бывают иногда с маркировкой, иногда без маркировки. Этот вот без маркировки. Ходят разные мифы в сети, имеет ли это значение. Люкс сталь на нем нарисована или не нарисована. Хочу объяснить, не имеет это никакого значения. Отличная кастрюля в обоих вариантах, чтобы там разнообразные провокаторы в сети не говорили. Как видите, провел перегон. Нормально отбродившая брага в правильном режиме разогрева. Ни следов пригора, никаких проблем. Ну что ж, куб я помыл. И промежуточные итоги подводя. Что мы имеем? Мы имеем около 5 литров спирта цирца, который был получен с дистилляцией браги на квасе. И 3-6, порядка 7 литров спирта цирца, которые были получены с кукурузой в присутствии кваса. Соответственно, по раздельности сейчас я хочу перегнать. И знаете, какая история произошла. Два раза, один мой коллега, сотрудник нашей русской дымки, самогонщик, к опыту и мнению, которому я прислушиваюсь довольно часто, он два раза сначала пришел, понюхал вот это, сказал, это что, готовый продукт? Я говорю, нет, это всего лишь сырец. Потом он попробовал вот это вот на нос. Сказал, ну это точно готовый продукт? Я говорю, нет, это спирт-сырец. То есть, эти спирта-сырцы, какие-то очень чистенькие, аккуратные, душистые, ароматные получились. Поэтому я решил, что буду я гнать на прямотоке, раз они дважды вели заблуждение опытного самогонщика. Буду разбавлять до 20 градусов, каждый из них. Ну, для того, чтобы отобрать головы и переходные фракции, если такие окажутся, они шли вначале, от погона сразу за головами. То есть, переливаю, измеряю крепость, разбавляю до 20 и начинаю... Начинаю с квасного варианта. То есть, там, где у нас было 8 баночек квасного концентрата. Для 37-литрового куба это, конечно, довольно забавно выглядит. Ну, а что, не пачкать другой? Так, что здесь по крепости у нас получилось? Напоминаю, 5 литров. 29, да, 29 крепость. Разбавляю до 20 и гнать буду на царге, заполненной медной насадкой. Вот медную насадку я только что прокипятил в лимонке. Ну и, собственно, два поворота, холодильник, обычный прямоток. Начинаю разгоняться, пока все разгоняется, собираю конструкцию. Ну что, вот аппарат. Как я и говорил, царга, два поворота, холодильник. И я его разогнал, сейчас как раз начали капать головы. По опыту уже знаю, что примерно 700 ватт мне достаточно. У меня iPlay 24, которая умеет регулироваться по 100 ватт мощности. И по капельных головы я буду отбирать. Сейчас отбор стабилизируется. После того, как отберу головы, когда запах мне будет нравиться, посмотрим, сколько их там получится. Буду отбирать тело тоже прямотоком. Ну, мощность чуть повыше сделаю. Ну, а когда и аромат тела мне перестанет быть симпатичным, я просто выгоню весь вставшийся спирт. Там будет достаточно еще вкусного и полезного спирта в этих хвостищах. Но я их потом пущу на ректификации точно так же, как и хвостища от второй партии кукурузной. Вот такой у меня план перегонки. Поэтому, ну, я думаю, что покажу результат по объему от этой перегонки. Покажу результат по объему от перегонки кукурузки. Ну, и объем и крепость ее тоже измерю, заливая в куб. И потом уже встретимся на дегустации. В общем, перегонка прямотоком, полностью доверяя носу, без каких-то особых расчетов. И дальше посмотрим, подведет нос или нет. И что получится вкуснее, из кваса или из кукурузы в присутствии кваса. Чуть меньше 200 миллилитров, напоминаю, там 5 литра 29 крепости, но я их добавлял еще воды. Чуть меньше 200 миллилитров голов и переходных фракций у меня получилось. То есть, когда отошли голы, вот этот ацетонистый запах, пришло что-то такое переходное, бьющее по носу, удушающее. А вот сейчас нормальный какой-то аромат пошел. Постараюсь описать. Я уже сменил емкость приемная. Ну, спирт плюс легкие цветочки, все-таки рожь, это штука, которая где-то в аромате дает цветы. Поэтому отбираю, я увеличил мощность до 1000. Буду отбирать не спеша, но чтобы медь имела шанс нормально отработать. Когда вот этот запах будет переставать, мне нравится, я остатки хвосты на высокой скорости выжму сюда же. И это потом все пойдет на ректификацию. Соответственно, отбираю прямотоком только самое вкусное, не жалея потерь, потому что они на ректификацию уйдут. Моя задача сейчас выхватить вкусняшку. В общем, по результату покажу, что получится. Вот результат по телу. Что меня удивило, до 55 струей я сюда вот отбирал, и неприятных запахов не было вообще. То есть, очень интересно, почему так произошло при работе с квасным суслом. Никогда я прямотоком до 55 не опускался, даже на чистом солоде. Гораздо раньше что-то было неприятное. В общем, для меня это пока напиток-загадка. Посмотрим, что будет при разбавлении. Ну, а пока увеличил мощность до 2000, и остаток хвостов выжимаю в отдельную тару. Это, как я уже говорил, потом пойдет в оборот. Ну, а когда закончу, перейду к перегонке спирта-сырца из кукурузы. Решил измерить крепость не в струе, а в итоговой емкости вот этого вот продукта из кваса. Ну, и что получилось? Общая крепость получилась 60... 67. В общем, ну, довольно глубоко отобрал еще раз, еще одно подтверждение того, что почему-то вонючие элементы в квасном спирте-сырце у меня почти отсутствуют. То ли чудо, то ли фокус, то ли медь так хорошо отрабатывает. В общем, посмотрим, что будет при разбавлении. Хочу подвести итоги. Итак, вот здесь вот то, что удалось собрать в виде питьевого тела. Это уже разбавленная до 38,5 градусов штуковина. Она будет отдыхать пока. Здесь вот то, что я собрал головы, хвосты, то, что пойдет на перегонку. Вот оно такое белесовато-мутное. Ну, а здесь, сюда я залил около 7 литров сырца, который с кукурузой в присутствии кваса получился. Довольно крепкий сырец получился, выше 30 градусов. В общем, разбавил я его до 20. Точно так же зарядил свежую медную насадку. И сейчас буду делать вторую перегонку точно таким же алгоритмом по носу, головы, потом тело и остатки выгоним хвосты. Точно так же разбавлю до такой же крепости. И тогда, наверное, мы с вами уже вернемся. Ну, если будут какие-то интересные моменты и нюансы, примечательные, я, конечно, в процессе включусь. Ну, а пока разгоняюсь, готовлюсь к перегонке. Собственно, напоминаю, на чем мы тут остановились. Вот здесь вот у меня разбавленный до 40 дистиллят из квасного сусла. И вот там чуть больше 2 литров. Вот здесь вот чуть больше 4 литров. Вот такой вот слегка помутневший, вышедший на аполисценцию дистиллят из кукурузы в присутствии кваса. Вот здесь вот у меня головы и хвосты от этих двух перегонов. Оборотный спирт куда-нибудь потом на ретификацию я его пущу. Вот сейчас хочу попробовать сравнить, что получилось из кваса, какие вкусы, ароматы. И что получилось из кукурузы. Одинаково примерно. То есть я разбавлял до одинаковой крепости при второй перегонке. Гнал прямотоком, напоминаю. И останавливал перегон в принципе тоже одинаково в районе 55 градусов. Как видите, квас остался прозрачным. Здесь с кукурузкой после разбавления, то есть сам дистиллят был чистый, после разбавления он помутнел. Разбавлял я до 38. Может быть с этим связано очень сильно. Разбавлял может быть и есть смысл оставить порядка 42. Ну бывает такое часто, знаете, что заметил, когда работаешь по красной схеме, то есть когда вроде же за дробиной, а полисценция потом имеет свойство выползать. Может быть имело смысл раньше начинать обрезать хвосты, но знаете, аромат в обоих случаях был чудесный. Никаких неприятных хвостовых оттенков не было, но тем не менее помутнение вылезло. Заканчиваю болтать, начинаю пробовать. И там, и там порядка двух дней разбавления, конечно, маловато. Конечно, будет жечь, но какие-то основные направления вкуса, я думаю, можно будет уже уловить. А так, конечно, экстренно это две недели, а лучше два-три месяца таким вещам постоять. Все-таки это прямоток. Вот таким же порядком я ставлю справа квасную, а слева кукурузу с квасом. Честно признаюсь, у меня жесткого отторжения к аполисценции нет, но вот на стол, если ставить, то возникнут вопросы. Хотя, может быть, есть и любители аполисценции. Вообще, как считаете, напишите в комментариях, почему кукурузка у меня помутнела, ваши гипотезы. Цветочки. Здесь у меня в аромате явно лезут цветочки, гречишный мед, вот что-то такое. Ну, рожь, типичные рожаные хвосты, а здесь, здесь сладость. Вот здесь я сильно рожаной добавки не чувствую. Здесь такой нормальный кукурузный, нормальный кукурузный дистиллят. Знаком тем, кто с кукурузой любит и умеет работать. То есть, добавление кваса к кукурузе особо... Ну, вот на запахе я еще не сказала. Сейчас я пробую вот то, что с кваса. Сластит. Есть сладость вот эта вот, мягкий. Пока еще жжет язык, но проходит мягко. И гармоничный по вкусу. То есть, я когда-то делал дистиллят из гречки. Кто помнит, здесь на канале показывал я это дело. Вот она прямо, там настолько был угловатый и негармоничный вкус. А здесь очень гладко. Гладкий, не слишком сильный. Я все-таки старался не брать глубокие хвосты. Давайте по кукурузке. Вот здесь вот, здесь более богатый вкус и именно кукурузный. То есть, присутствие кваса рядом с кукурузой. Вот на мой первый взгляд, нюх и вкус. Ничего не изменилось. То есть, это конкретный кукурузный дистиллят. Ну, эксперимент есть эксперимент. А вот это вот интересная вещь. Я считаю, имеет место быть. Даже не могу выбрать. Ну, получается, что здесь квас, здесь рожь. Здесь кукуруза, которая, видимо, съела квас. И может, было его недостаточно. Знаете, еще что могу подсказать. Как вариант, можно сделать мацерацию, добавив. То есть, разбавив это снова, там, градусов до 14. Добавить туда некоторое количество квасного концентрата. И перегнать еще раз. Тоже прямо током. И тогда, я думаю, будет очень богатый вкус и аромат. У нас есть коллега в офисе, который очень любит такие схемы перегонки, мацерацию. Ну, а у меня, у меня на этом сегодня все. В общем, самогон из кваса имеет место быть. Но кукуруза все-таки рядом с собой, и его забивает. Это напитки получились для белого употребления. Я не уходил глубоко в хвосты. Им постоять вот так, разбавленным, стабилизироваться. И вот такие вещи будут. Не для употребления в большом количестве, потому что это прямо ток. А для того, чтобы посмаковать. Посмаковать там есть что. Ну, а у меня на этом на сегодня все. Вы были на канале Русская Дымка. Цените натуральное. Русская Дымка